Вот это вот у нас солонец. Значит, вот эта соль заправлена для восполнения соляного баланса в организме животных. Обычная поваренная соль пользуется спросом у лосей и косуль. Звери вылизывают солонец, чтобы у них лучше росли рога и укреплялись кости. Здесь же на подкормочной площадке животные могут подкрепиться сеном. Запасы сухой травы спасают зверей от голодной смерти, когда они не могут найти пищу в лесу под большими сугробами. Впрочем, в начале зимы такие площадки чаще посещают кабаны. Вот обратите внимание, вот ящик, в нем зерно. Сугроб разрыт, то есть выходили кабаны. Оно следовидно, чуть-чуть стадо кабанов выходило. Егеря говорят, кабаны были здесь минувшей ночью. Дикие свиньи выходили полакомиться пшеницей. Специалисты рассказывают, на Средний Урал этих животных завезли в 70-е годы прошлого века. Однако звери практически не способны самостоятельно пережить зиму в регионе. Поэтому кабанов подкармливают, чтобы они не ушли из уральских лесов. Только вот площадки с кормом пользуются успехом и среди охотников. Любители стрелять по дичи обустраивают себе места засады, чтобы выслеживать своих жертв. Вот видите, лесенка, где там сидушка. Это вот место, где охотники садятся в засаду при охоте на кабана. Нередко среди охотников попадаются и браконьеры. Сотрудники департамента по охране животного мира регулярно патрулируют леса и ловят злоумышленников. Специалисты говорят, браконьеры идут на различные хитрости, чтобы не попасться егерям. Кто-то разбирает оружие и прячет детали в тайники. А некоторые даже используют приборы ночного видения и тепловизоры. Для браконьеров без разницы. Открыт срок сезон охоты, не открыт сезон охоты, им без разницы. Поэтому люди эти есть всегда. Они как социальный элемент такой, наверное, не знаю, неистребимы практически. Но тем не менее мы с ними боремся, руки не опускаем. Ежегодно в Свердловской области возбуждают более 100 уголовных дел за браконьерство. Около 20 из них направляют в суд. Эксперты говорят, некоторые ленятся или не могут получить все необходимые документы для охоты. Другие же умышленно нелегально отстреливают дичь ради острых ощущений. Ирина Радужина, Владислав Стринько, Интера ТВ.